так добрый юнинг уважаемые друзья будто на банк до бонсуар как говорят французы по-русски просто добрый вечер сегодня у нас с вами вебинар который называется презентация компании skyway капитал речь у нас с вами пойдет непосредственно об этом проекте вот и мы с вами на эту тему сегодня пообщаемся да цель вообще презентации подобных которые у нас проходит два раза в неделю это донести информацию до людей которые интересуются нашим проектом до новичков до вот тех людей которым вы дали информацию на им чего-то недостаточно для того чтобы разобраться принять решение по большому счету любая презентация это момент наверное выявление интереса человека до той задача наших партнеров либо тех кому нравятся технологии разработанные низким это пригласить людей на подобное мероприятие она может проходить в таком формате в интернете да она может проходить формате живого общения в виде презентации в каком-либо городе да у нас на сайте компания skyway капитал можно найти информацию о том таких городах и когда проходят мероприятия рассылка ежемесячно приходит на электронные адреса наших партнеров и в этой рассылке составлен график тех мероприятий которые проходят в разных регионах где у нас есть партнеры вот сам вебинар состоит из двух частей первая часть это рассказ краткий о технологии которую мы продвигаем сегодня на рынок да задача компании skyway капитал кстати люди задают вопрос как это так вот в этом зарегистрированы основной капитал всего там ничего вот как вы можете что-то двигать задача компания skyway капитал мы оказываем информационную поддержку по сути дела проекту группы компании skyway наша задача привлекать инвестиции работать с информациями разъяснять клиентам об этой возможности да тем самым передавая денежные средства которые проходят через нас в корневую технологию итак я тут уже достаточно много поговорил не спросил вас слышно меня или видно но судя потому что нет никаких возмущений в нашем чате я предполагаю что вы меня слышите и видите правильно если это так просто плюсики поставьте вот и будем с вами продвигаться по информации нашего сегодняшнего вебинара постараюсь не отнимать у вас много времени потому что я вам говорил до первую часть эта информация о самой технологии о ней можно говорить очень долго те люди которые давно скажем так работают с нашим проектом имеют в голове большой объем знания касаемо технологии да есть у нас специальные вебинары которые проходят по воскресеньям семейные встречи где подробно рассматриваются что из себя представляет технологии низкого сравнение целым рядом проектов до которые на сегодняшний день продвигаются на рынке транспорта и не только вот это по выходным единственно вот в это воскресенье не будет данного вебинара потому что у нас городе минске будет проходить крупно международное мероприятие конференция это фестиваль да я думаю большинство из вас кто сегодня находится в комнате знают об этом мероприятии так вот дальше по понедельникам александр мунко рассказывает дважды в день в час дня и в 20.00 о том что из себя представляет данный технологии да и по средам по сути дела 4 вебинара два для новичков 2 для людей уже которые скажем так разбираются в этом культа дается информация о технологии о том что проделан на сегодняшний день опять же это все идет сравнение с тем что мы используем ежедневной повседневной своей деятельности да вот поэтому вебинар наш сегодня краткая информация по сути дела краткая история развития струнного транспорта струнных технологий и предложение компании skyway капитал задача донести информацию о той возможности которые есть у нас на сегодняшний день давайте будем двигаться сразу по этой информации прежде чем рассказывать о технологии озвучу важное мероположение первое из них то что компания skyway капитал это торговая марка зарегистрирована под названием все skyway инвестгрупп на территории великобритании вы видите адрес регистрационного свидетельства номер вы можете его скопировать записать зайти на сайт официального регистратора и прочитать информацию о компании skyway инвестгрупп торговой маркой которого является название skyway капитал под которым мы в принципе работаем на международном рынке компания официальный партнер группы компаний skyway по привлечению инвестиций то есть как бы так у нас есть несколько предприятий которые входят состав нашего холдинга есть головное предприятие да есть компания реестродержатель независимый есть подразделение в городе минске который занимается непосредственно уже внедрение технологии называется струнной технологии возглавляемая она непосредственно натуре дарачи миницкин генеральным конструктором нашей технологии и там основные работы ведутся над реализации данной технологии то есть нам работать инженерный конструкторский персонал да то есть люди которые по сути дела находятся на острие нашего не знаю ножа стрелы да то есть от них зависит то когда мы технологии сможем продемонстрировать наша задача нашей компании skyway капитал это донести информацию до людей которые проживают разных точках земного шара рассказать о возможности кем становятся люди которые принимают участие в нашем проекте да и тот из этих людей может стать владельцами данной технологии стать инвестору нашего проекта деньги которые люди инвестируют проект идут непосредственно на территории республики беларусь где у нас сегодня осуществляется строительство демонстрационного тестового до участка часто называется это технопарк вот группе компании skyway существует четкий 15 этапный план да в течение каждому на каждом этапе есть четкий перечень работ который необходимо выполнить для того чтобы реализовать данную технологию 15 этапов разбиты во временном промежутке 2014 по 2017 год но об этом с вами впереди еще немножко поговорим то есть мы в принципе своей деятельностью компания skyway капитал способствуем выведению новой прорывной транспортной технологии на международный рынок и очень важно то что мы переняли у компании разве систем которая тогда-то была одна на рынке инвестиций и занималась привлечением скажем так денежных средств реализации данной технологии способ привлечения инвестиций это платформа называется краудинвестинг либо народное инвестирование то есть любой человек физическое лицо ну важно достигший совершеннолетия имеет возможность стать инвестором в нашем проекте если он несовершеннолетний то за него могут это сделать родители вот единственно воспользоваться правом дальнейшем скажем так пакетом своих акций и так далее часть может по совершеннолетию либо скажем по распоряжению опекунов да как это бывает по законодательству разных там ну здесь даже не важно кто будет распоряжаться важно понять что мы привлекаем денежные средства от людей по мере их возможности люди инвестируют разные денежные средства кто-то там скажем так 15 долларов кто-то тысячу долларов кто-то больше в зависимости от того сколько скажем так люди могут на сегодняшний день безболезненно делая акцент здесь никто не заставляет никого брать какие-то кредиты продавать что-то что для вас важно но у вас нет денег чтобы стать инвестором вы загорелись и тогда на ту сумму которую вам комфортно сегодня проинвестировать наш проект при условии что вы разобрались что он из себя представляет да что он вам ожидать вы можете стать инвестором нашим рай анатолий дарычу низкий человек который является разработчиком генеральным конструктором струнных технологий начал заниматься своим проектом в конце 70-х годов прошлого столетия да то есть на сегодняшний день технологии свыше 38 лет по сути дела но для транспортной отрасли это очень небольшой срок потому что многие ноу-хау которые мы сегодня используем в транспорте внедрялись и сто лет и более да сегодня мы говорим о совершенно новой технологии то есть аналогов мире нет мы не говорим о каком-то отдельно взятом транспортном средстве о каких-то волшебных колесах да которые будут что-то делать там волшебное качество резины которые мы можем одеть на автомобиле либо на железной дороге да нет речь идет о другом полностью новая инновационная транспортная технология со всей инфраструктурой которая тоже является инновационным причем технологии которые подымают транспортные скажем так пути до над землей экономит огромное количество средств которые затрачиваются на строительство каких-либо ну вот сооружение типа мостов тоннелей и так далее так далее итак друзья анатолий дарычуницкий его можно назвать советским российским белорусским ученым изобретательным предпринимателем за время разработки внедрения технологий он руководил двумя проектами организации обменных наций то есть эксперты данной структуры давали свои заключения свои оценки технологии и он дважды выделял денежные средства и готов был выделить третий раз гораздо более значительную сумму чем выделялась первые два раза ну там скажем так возникли определенные сложности да у министерства иностранных дел министерства транспорта российской федерации в итоге эти структуры отказались больших денег которые предлагала организация обменных наций на реализацию технологий юницкого в 80-х годах в начале своей деятельности он стал членом федерации космонавтики сср у него более 140 изобретений несколько десятков из них сегодня реализованы на практике в разных направлениях развития промышленности и сельском хозяйстве у него 18 монографий более 200 научных работ с большинством из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте ссылку на который вы сейчас видите на данном слайде www.unitsky.com на этом сайте огромное количество технической информации огромное количество скажем так экономической информации преимущества направление экономики по отношению к данной технологии большое количество виде материалов печатных материалов документы есть официально подписаны на разных уровнях чиновниками различными руководителями целого ряда предприятий структуры институтов всесоюзного масштаба да то что было в союзе все российского и других стран все вы это можете найти на сайте анатолия дарыча юницкого у юницкого три высших образования инженер транспорта патентное направление изобретательства это второе направление и третье проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений прежде чем кратко вам осветить что из себя представляет история развития струнного транспорта я хотел бы вам включить ролик который покажет что из себя представляет сама технология что из себя представляет транспорт уже недалекого будущего да то есть речь пойдет о новой мировой паутине по шестом технологическом укладе может быть шестом с половиной технологическом укладу. Мировая паутина перевозки грузов и людей, которая называется Транснет. Она в себя впитает все преимущества ЭРА и IT-технологий, в которой мы с вами сегодня живем. Она в себя впитает все те, скажем так, удобства и преимущества интернета, потому что вы, наверное, не будете со мной спорить, внедрение одной технологии в жизнь, интернет-технологии, очень сильно эту жизнь изменила. Мы можем с вами обучаться, не выходя из дома, переводить деньги в считанные секунды с одного конца земного шара на другой конец земного шара. Мы можем с вами, скажем так, закупать товары, услуги и так далее, и все это, скажем, посредством IT-технологий, которые внедрены в банковскую деятельность и во многие, скажем так, сферы человеческой жизнедеятельности. Управление, скажем так, многими вещами в нашей жизни уже осуществляется посредством интернета. Так вот, Транснет – это новый вид мировой паутины, который в себя впитает все преимущества интернет-технологий, да, но это будет еще паутина передвижения, перевозки грузов в людей. Причем при этом с очень высокой скоростью, мобильностью, да, то есть три сегмента транспортного рынка – это грузовой транспорт, это городской транспорт, это высокоскоростной междугородний, то есть грузовой до 120 км в час, протяженность трассы может быть до 10 тысяч километров, городской транспорт от 50 до 150 км в час и высокоскоростной междугородний международный скайвей до 500 км в час. Давайте мы сейчас посмотрим ролик и будем с вами дальше двигаться пол. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система не оптимальна и не отвечает требования времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жестко струнного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, возникли какие-то сложности с трансляцией роликов с YouTube? Раньше у нас в этой комнате не происходило подобного ничего. Ну, наверное, для того, чтобы досмотреть этот ролик, я сейчас просто вам дам ссылку в нашем чате, да, и вы сможете, те, кто не видел этого ролика, посмотреть уже после того, как закончится наш сегодняшний вебинар. И дополнительно к этому ролику я дам еще две ссылочки, о которых расскажу немножко позже. Итак, ролик о технологии Транснет, он в нашем чате сейчас будет первым. То есть три ссылки я вам дал на Транснет, что оно из всех представляет, скажем так, на Экотехнопарк, то, что строится сейчас на территории Минской области, где рассказывает лично генеральный конструктор, да, к чему мы идем, что из себя он будет представлять. И третью ссылку я вам дал на свежую информацию о том, что сегодня происходит настройки нашего демонстрационного демонстрационного участка в Минской области, в Беларуси. Давайте перейдем к истории, да, то есть условное можно разбить на четыре части. Первые упоминания о данной технологии произошли в 1977 году. Была подана первая заявка на изобретение Анатолию Дорадовичу Миницкому, первая научная публикация в период с 1977 по 1994 год, то есть это был, наверное, самый сложный этап, когда что-то нужно было начинать. Да, вы знаете, ракета, скажем так, больше всего топлива и энергии на то, чтобы оттолкнуться от земли и полететь вверх, тратит на... в старте, то есть первая ступень там и так далее. Именно в это время было получено признание струнных технологий Федерации космонавтики СССР, да, это тоже очень важно. Именно в это время был получен грант на развитие данной технологии от Советского фонда мира, от Советского фонда мира. И, по сути дела, Анатолий Дорадович заявил, что есть такая технология. 95-2000 год важен тем, что в этот промежуток времени на втором этапе у Анатолия Дорадовича Ницкого в Петербурге была своя научная школа. И там было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее оптекаемой формы будущему подвижному составу. В первую очередь ориентировались на высокоскоростной скайвей, тот, который у нас будет ездить со скоростью до 500 км в час. Были продемонстрированы первые действующие физические модели разных масштабов, что показало, что если, скажем так, в масштабе 1,15-1,10 транспортные средства передвигаются, то же самое можно сделать в масштабе 1 к 1. Именно в это время был получен первый грант организации отмененных наций. По сути дела, там, ну, больше в первую очередь на бумаге, было отработано первое поколение струнного транспорта. Третий этап, очень важный этап в развитии технологий, потому что у Анатолия Даровича Юницкого, благодаря активному участию Александра Лебедя, вы помните, такого человека наверняка, бывший губернатор Красноярского края, бывший командующий 14-й армии, человек, который когда-то поднял первый флаг над своей БМП, БМД точнее, в Москве во время событий, к которым можно относиться неоднозначно. Так вот, он увидел один из первых, все преимущества данного транспорта. На то время он руководил Красноярским краем, в котором дороги, вы понимаете, я думаю, вы знаете, в каком состоянии находится большинство с вами. То есть он понял, что данные дороги нужны Российской Федерации и помог организовать строительство полигона в подмосковном городе Озеры. Планировалось построить участок, трассы от Озер до Москвы, немногим более 100 километров. На данном тестовом участке, да, был отработан целый ряд методик. Проведено большое количество испытаний струнного транспорта. Вы видите на фотографии ЗИУ-131 сбирается по металлической эстакаде. Большое количество комиссий различных государственных структур Российской Федерации, не только. Целый ряд международных делегаций посещали территорию демонстрационно-сертификационного участка в Озерах, давали свои экспертные оценки, да, кто-то просто присматривался к этому струнному транспорту. На целом ряде центральных каналов телевидения часто говорилось о новостях, что из себя представляет струнный транспорт или транспорт недалекого будущего, да, были тематические передачи. Большое количество печатных материалов выходило. Анатолий Эдуардович с теми компаниями, которые он организовывал для реализации данной технологии, принимал участие в различных международных и российских выставках, форумах, посвященных транспортной отрасли, развитию науки и техники. Вот. И именно на третьем этапе был заключен целый ряд государственных контрактов на строительство дорог по технологии Юницкого в целом ряде регионов Российской Федерации, да. И именно в это время данная технология была, они были заявлены на госсовете, который проходил в 2009 году в городе Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил данной технологии внести в список критических, которые необходимо развивать в первую очередь на территории Российской Федерации. А дальше по мере развития транспорта у нас здесь по данным технологиям уже выйти на мировой рынок и сделать эту технологию экспортной. На что президент Медведев сказал, да, технология интересная, самая шненая инновация, да, было бы здорово, но денег сейчас мало, потому что у нас в 2008 году разразился кризис, я думаю, вы помните, да. Найдете деньги, стройте. Эта история, кстати, имеет продолжение всего межнедия. Я о ней тоже немножко скажу. Но, к сожалению, после госсовета, когда было принято решение даже выделить сумму порядка миллиарда рублей на развитие данного вида транспорта в Ульяновской области, полигона в подмосковном городе Озеры быстро очень не стало. То есть его буквально в клочья разбросали за считанные дни. Вот, возможно, это была, скажем так, борьба крупных транспортных монополий, которые есть в Российской Федерации, на которые, скажем так, ежегодно выделяются многие миллиарды рублей на поддержание их рабочеспособного состояния, да, с конкурентом, который еще даже не начал жить, он только начал, скажем так, зарождаться. Но да бог с ним, потому что Анатолий Дарвич не опустил руки, он продолжал вести активную работу и по разработке, по ноу-хау, который он применяет на сегодняшний день в технологии, также проводил переговоры с чиновниками различного уровня, с людьми мира бизнеса, которые могли проинвестировать данный проект. К сожалению, все переговоры заходили в тупик, и вот на четвертом этапе уже, да, мы сегодня с вами находимся на четвертом этапе развития технологий, вот, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолия Дарвича Юницкого. Она была оценена независимыми европейскими компаниями и агентствами, которые имеют на это лицензию, да, 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности было зарегистрировано предприятие на территории Великобритании, и было принято решение начать движение по привлечению инвестиций по методике народного инвестирования, либо краудинвестинга. То есть обратились к тем, кому в первую очередь нужен комфортный, недорогой, высокоскоростной, экологически чистый, безопасный, еще много характеристик транспорта. То есть это нужно нам с вами. Поэтому данная платформа, кстати, показала свою живучесть, свою эффективность, и сегодня все, что на сегодняшний день проделано, да, в нашем проекте, оно сделано на деньги физических лиц, частных инвесторов, которые по мере своих возможностей инвестировали денежные средства в нашу компанию. На данном слайде вы видите те государственные структуры, которые давали свои экспертные оценки, заключения во время существования полигона в подмосковном городе Азер Анатолий Дарчевеницкого, да, это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Гострой России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия. Про организацию уменных наций мы с вами говорим. Это далеко не все, кстати, структуры, которые давали свои оценки, заключения, когда был полигон в подмосковном городе Азер. Было получено более 50 различных патентов на сегодняшний день уже, да, на те ноу-хау, которые юнистки используют в своей технологии. И более 40 различных международных дипломов, наград, золотых медалей на разных выставках, форумах, да. Ну, например, две премии «Золотая колесница» в номинации проекта года в транспортной отрасли. Одна из них, вон, стоит прямо напротив меня, в шкафу. Вот, и те люди, которые у нас бывают в Москве, они могут приехать и убедиться то, что мы находимся здесь, мы живые люди, и мы можем продемонстрировать целый ряд, скажем так, наград, которые Анатолий Бородчунинский получал за свои технологии. На данном слайде перечислено 12, да, таких ярких преимуществ данного вида транспорта по сравнению с теми, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что транспортные системы, которые у нас с вами в повседневной жизни есть, это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный и речной морской, недалеко, кстати, Москва-река, его на самом сегодня вроде открывается навигация по Москва-реке, да, и воздушный транспорт, вертолеты, самолеты, все эти виды транспорта чем-то прекрасны, но почти все они не экологически чисты, небезопасны, вот, и они каждый год требуют огромного количества ресурсов для поддержания, скажем так, этих транспортных систем в рабочеспособном состоянии. Вот, в этих даже нескольких вещах, то, что я произнес, технологии, разработанные Ницким, значительно выигрывают по сравнению со всеми технологиями, что я перечислен, не говоря уже, скажем так, что она все рельефна, фактически ее можно строить в любой местности, все погодно, то есть такие явления, как сильный ураганный ветер, сильный туман, снегопад сильный, дождь, да, наводнение и так далее, и так далее, никак не сказываются на передвижении транспорта по путевой структуре небесных дорог. Почему? Потому что вы знаете, да, что дороги подняты над землей, эстакада может находиться над землей от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров. И, соответственно, в большинстве, скажем так, регионов Российской Федерации, после того, как у нас тает снег, а у нас 65% территории находит в зоне вечной мерзотой, те дороги, которые были проложены, скажем так, до этого снега, они исчезают, ну, за исключением крупных федеральных трасс, да, и там бывает очень много проблем. Федеральная трасса между Москвой и Владивостоком, она часто испытывает очень большие проблемы, то есть там куча грязи и так далее, и машины, скажем так, не всегда могут проехать. Так вот, технология, которую разработал Ленинский, как я сказал, она всепогодна. Даже сельный туман, который останавливает движение транспорта, да, сильный, скажем так, снегопад, который тоже останавливает движение транспорта, никак не влияет на передвижение транспорта по технологии небесных дорог. И много еще преимуществ. Высочайший уровень безопасности. Транспортные людские потоки разнесены по уровню, они не пересекаются, что, скажем так, сбережет миллионы жизней в 21 веке, да, и еще больше, скажем, десятки раз больше жизни люди смогут, скажем так, быть здоровыми и не получать травмы, какие-то увечья от тех катастроф, которые мы видим каждый день. Далее, каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством, которое не будет позволять сходить, скажем, с путевой структуры, транспортным средством, которое там и передвигается. Запас прочности самой эстакады минимум десятикратный по отношению к тем нагрузкам, которые она будет нести. Огромная экономия строительных материалов и времени возведения данных трасс по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Раньше мы приводили сравнение, что километр струнных дорог в среднем, в зависимости от исполнения, стоит там от одного миллиона до трех миллионов долларов, да. Дороги автомобильные, например, у многих регионов у нас стоят там восемь, двенадцать, пятнадцать и до пятидесяти миллионов долларов километр дороги. Сравните по цене. Экономия, например, ресурсов на километре струнных дорог экономится от пятисот до семьсот пятидесяти тонн стали, если сравнивать с высокоскоростными железнодорожными эстакадами. Плюс ко всему, как заявляет генеральный конструктор, срок службы эстакады минимум сто лет. То есть не надо ничего делать сто лет, потому что она будет стоять и будет работать. Что мы видим с дорогами железными, с обычными автомобильными? Их перекладывают там каждые два-три года в крупных регионах, да. А есть те, которые не ремонтируются сотнями лет и по ним проехать невозможно. Преимуществ много. О них, говорю, можно разговаривать очень долго. Те из вас, кто приедут в Минск, вот буквально через два дня, они смогут услышать преимущества данной технологии непосредственно из уст генерального конструктора, нашего руководителя, президента группы компании Skyway Анатолия Благодаря Чунинскому. Итак, я сказал, что первые инвестиции в наш проект пришли в январе 2014 года. Сегодня мы находимся уже в апреле 2016, соответственно, нам немногим более двух лет. За это время нам есть чем похватываться. Но, скажем так, первый год 2014-й люди инвестируют в денежные средства и часто нам задавали вопрос. Хорошо, а что сделано? Вот мы деньги проинвестировали. Покажите нам хотя бы что-нибудь, что на эти деньги реализовано. Но, наверное, одно из основных вех 2014 года можно считать открытие в мае месяце 2014 года нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь, в городе Минске. Сегодня это называется струнной технологией. Так называется это предприятие. Когда-то называлось Rail Skyway System, но это было сложно выговорить, поэтому мы поменяли название. И 2015 год стал ключевым, потому что именно в 2015 году, в начале 2015 года наша компания определилась с участком местности, за которой начали бороться. Потому что по закону Республики Беларусь нужно, скажем так, выиграть право использовать земельный участок на аукционе. Аукцион должен был состояться в июне. Но уже в феврале были, скажем так, осуществлены первые эскизные наброски того, что и где будет находиться в привязке к конкретному участку местности. В феврале же в конце, 24-го числа, началась свою деятельность компании Skyway System, на презентации которой вы сейчас находитесь. В апреле-май были переговоры очень конструктивные с партнерами на территории Арабских Эмиратов. И намечен целый ряд, скажем так, мероприятий, которые планируются реализовать в 2019-2020 году. То есть арабская сторона, в принципе, изъявила желание вложить до 100 миллионов долларов в реализацию данной технологии. И есть вероятность, что в 2019 году будет построен такой же тестовый участок, который мы сейчас строим в Республике Беларусь на территории Эмирата Абудаль. Целью, скажем так, дальнейшего внедрения данных технологий на Аравийском полуострове и, скажем, территориях сопредельных с данной местностью. В июне месяце, 22-го числа, был заключен договор на аренду земельного участка на 30 лет между ЗАО «Струдными технологиями» и Пуховичским райисполкомом. 29-го числа была сделана регистрация договора в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь. Номер вы здесь видите. В июле месяце закончилась реструктуризация группы компаний SkyWay, перерегистрировались на территории Британских Вирджинских островов и стали работать, скажем так, в том ключе, что наши пакеты акций, пакеты долей компании стали эквивалентами доллару США, потому что в Британских Вирджинских островах валюта является доллар США. В июле месяце прошел первый субботник на территории Экотехнопарка, то есть, скажем так, зачистка местности от всего ненужного и в августе начались первые, скажем, строительные работы, изыскания на территории Экотехнопарка, то есть, земельные пробы были взяты, пробы грунта, вот и в августе уже в конце началось строительство на территории Экотехнопарка. То есть, там начались сначала земельные работы, потом заливки фундамента, анкерные опоры и так далее, и так далее. В сентябре состоялось очень важное событие, то есть, нашей группе компании SkyWay был присвоен международный инвестиционный код цены бумаги, то есть, это та процедура, которую проходит компания, акции, которые сегодня, точнее, сегодня котируются на различных международных биржах, вот. И мы эту процедуру прошли, и такой код у нас тоже есть. В сентябре месяце территорию Экотехнопарка и нашего научно-производственного предприятия в городе Минске посетила делегация во главе с Родом Хуком из Австралии, то есть, это человек, который на территории Австралии реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов стоимостью свыше 10 миллиардов долларов. То есть, его компания занимается реализацией проектов в направлении недвижимости и транспорта. В июне месяце они изучили первые, скажем так, документы, которые к ним попали в руки, что есть такая технология. В сентябре приехали на несколько дней в Минск. Своими глазами все увидели и уехали с твердым намерением развивать данные дороги на территории Австралии. И у нас уже было несколько новостей о том, что активно ведутся работы, переговоры по внедрению данной технологии на территории Австралии. Важное событие, которое произошло в 2015 году, это, скажем так, вместе с Пуховичским райисполкомом предприятие струнной технологии принимало участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». То есть, вместе там целым рядом несколько десятков проектов и победителями было отобрано порядка двух десяток проектов и на них, скажем так, разделилась сумма где-то порядка 5 миллионов евро. Часть этих денег пришла в наш проект. Это тоже мы считаем большой победой. То есть, нам пришли денежные средства на развитие и реализацию нашей технологии. Сегодня уже, скажем так, заключено большое количество договоров с целым рядом предприятий, в первую очередь Республики Беларусь, которые нам изготавливали комплектующие необходимые, скажем так, конструкции для строительства экотехнопарка. Далее, 17 октября состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги SkyWay в Минской области. В этот же день состоялась конференция, то есть было там несколько десятков наших инвесторов с разных углаков земного шара. Анатолий Дарвич Юницкий на этой конференции рассказал о том, что проделаны до 17 октября. Какие планы в ближайшее время. И в ноябре, в конце ноября 2015 года, группа компаний SkyWay запустила в своей деятельности новый инвестиционный продукт, который сегодня показал очень высокую эффективность. Это возможность приобретения пакетов акций нашей компании в рассрочку. То есть это выгодно людям, потому что не нужно тратить сразу большую сумму денег для того, чтобы приобрести серьезный по размеру пакет акций нашей компании. А для нашей компании это выгодно, потому что мы наперед можем, например, на 6-10 месяцев вперед видеть, какие деньги к нам в технологию придут, на что мы можем рассчитывать для того, чтобы выполнить вот те самые работы, которые есть на каждом этапе развития нашей компании. Как я вам говорил, этапов 15. Это бизнес-план в период с 2014 по 2017 год. К 2017 году к концу мы планируем продемонстрировать возможности транспорта SkyWay, сертифицировать его и выйти на международный транспортный рынок. И на международный рынок инвестиций с нашими долями компании, которые вы сегодня можете приобретать на очень выгодных условиях. Предполагаемая цена каждой отдельно взятой акции в 2017 году это 1 доллар США. Сегодня вы можете в компании SkyWay Capital приобрести эти доли компании, пока это так мы называем, с уровнем доходности от 53 до 500 раз. То есть вложенные ваши деньги, минимальные даже, в размере тысячи рублей с небольшим, в итоге вам дадут на выходе увеличение ваших денежных средств в 53 раза. Если вы будете покупать больше пакет и больше стоимостью, у них больше уровень доходности, соответственно, на выходе у вас будет и большая сумма. Какие же, скажем так, важные события произошли в истории развития нашей компании уже в 2016 году? Помните, я вам говорил, когда рассказывал про участок подмосковном городе Озеры, что был госсовет в Ульяновске, на котором Медведев сказал, найдете деньги, пожалуйста, реализовывайте данную технологию. В начале этого года Анатолий Эдуардович Веницкий написал письмо премьеру Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором сказал, что тот вопрос, который вы нам задали тогда, мы решили его. Спасибо за то, что обратили внимание на наши технологии в 2009 году, и мы вас приглашаем в конце 2016 года на территорию Экотехнопарка лично убедиться в том, что мы проделали за это время. После этого, скажем так, поступило приглашение из Министерства транспорта Российской Федерации, чтобы Анатолий Эдуардович с специалистами наших консультурных бюро приехал и сделал презентацию технологии, что и было сделано. То есть Анатолий Эдуардович ездил не один раз, да? И 11 февраля 2016 года на заседании экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации технологию разработанную Анатолий Эдуардович Веницким признали инновационной. То есть это не просто, скажем так, какое-то такое затрапезное мероприятие, да? То есть целое Министерство транспорта, которое двигает там миллионами, миллиардами рублей и долларов ежегодно, признало технологию инновационной. Для нас это большой плюс. Почему? Потому что в мире было огромное количество скептиков, которые относили проект группы компаний Skyway к каким-то хайповским проектам, да? То есть там, где люди обирали на какие-то деньги, там какое-то, скажем так, вознаграждение за что-то платили и так далее. Знаете, хайповский проект Министерства транспорта Российской Федерации не признает инновационной. Это очень важно. Это важная веха, да? И вы легко можете найти информацию, почитать этот протокол, кстати, он выложен на наших интернет-ресурсах. Там было несколько компаний по результатам заседания, да, отмечено, что они инновационные. Пятые в списке – компания и технологии, разработанные низкими. Планы на 16-й год. То есть один из них – это реализовать полностью строительство и продемонстрировать возможности городского транспорта Skyway, да, навесного-подвесного. Планируется, что осенью мы это сможем сделать. Приглашены, скажем так, будут сотрудники правительства, в первую очередь Белоруссии. Возможно, будут губернаторы целого ряда областей Российской Федерации. Параллельно также сейчас будет получить свое развитие строительства грузового участка. То есть тоже будет возводиться анкерная опора, устанавливается промежуточная опора, натягиваются, скажем так, рельсы струны, погрузочно-раздружеский терминал и так далее. И к 2017 году планируется показать и видео, да. Вот буквально через два дня состоится крупное мероприятие на территории Республики Беларусь. Это называется Эко-фестиваль. На нем будет, скажем так, порядка тысячи с лишним наших инвесторов из разных уголков зеленого шара. Вот. На этом мероприятии два дня. Первый пройдет на территорию Экотехнопарка, и те, кто приедут в Минск, своими глазами увидят, что он сегодняшний день построен. Да. Мало того, позадают вопросы генеральному конструктору, позадают вопросы инженерному конструкторскому персоналу наших конструкторских бюро. Пообщаются с такими же, как они, только из других стран. Получат заряд энергии, бодрости. А на второй день, скажем, лидеры развития бизнеса по партнерской программе компании Skyway Capital, люди, которые развивают регионы, региональные структуры, поделятся своим опытом, как эффективно просто заносить информацию людям и зарабатывать деньги еще и сейчас. То есть будет два дня. Очень важное мероприятие, которое состоится в 2016 году, это выставка, либо, скажем так, форум, который называется Innotrans. Он уже проходит в Берлине не один год. По сути дела, это одно из самых крупных мероприятий, которые проходят в мире, касаемо сферы транспорта. Вы видите, да, тут какие представлены категории. Железнодорожные технологии, железнодорожная инфраструктура, общественный транспорт, оборудование интерьера, строительство туннеля и транспортные инновации. Вот именно в разделе транспортных инноваций будет представлен в нашей компании важно то, что данное приглашение пришло из Евросоюза, из Берлина, а не мы куда-то ехали, там выбивали, просили и умоляли. То есть технология признана, технология засветилась еще раз, второй раз, да. И из Евросоюза приглашают специалистов нашей компании по присутствию на мероприятии дать информацию окружающему миру о том, что мы из себя представляем и что мы можем дать миру. Это очень важно. Вот эти два события, Минтранс и Инотранс, это очень важно. Итак, коллеги, я сейчас попробую вам включить все-таки видеоролик, который продемонстрирует то, что о технологии мир узнал еще в десятых годах нашего тысячелетия, про полигон в подмосковном городе Озера. Если у меня это получится, сейчас ролик прокрутится, вот. Это займет буквально две минуты, и после этого мы перейдем непосредственно кратко к предложению компании Skyway Capital, да, и я постараюсь эту информацию дать кратко почему, потому что сегодня в 19 часов после меня будет на вебинаре еще рассказывать об адресных проектах Владимир Маслов в своей комнате. В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная дорога, эта система, это очень удобная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнен многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать в миллионах километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, то есть вы видели ролик, в котором продемонстрировалось то, что данная технология известна миру, то, что она была, скажем так, продемонстрирована на целом ряде ведущих каналов российского телевидения. Вы видели тут и РТР, и ВЕСТИ, и канал МИР, и так далее. И то, что эта технология, в принципе, не является какой-то там и за семью замками. Мы открыто о себе говорим, заявляем и мы продвигаем данную технологию. Теперь предложение компании Skyway Capital. Как я вам говорил, компания молодая, то есть нам немногим более года. Основная цель – это привлечение инвестиций для реализации вот той технологии, о которой нам с вами сла речь в предыдущие вот буквально полчаса. Технология, которая называлась на целом ряде мероприятий, конференции, которые проходили в целом ряде городов не только России, да, «Русский прорыв». Именно так позиционировалась технология, разработанная в МИСКИМ. Мы работаем по системе краудинвестинга, то есть сегодня стать совладельцами нашего проекта могут люди разных социальных слоев, да, это могут быть студенты, пенсионеры, которые, к сожалению, в большинстве стран мира не имеют большого количества денег. Но даже если вы можете проинвестировать сегодня на 15 долларов данную технологию и сделать это несколько раз, например, в мере развития нашего проекта, то, соответственно, у вас будет достаточно приличный пакет. А если вы еще приложите усилия по информированию людей, которые вас окружают, да, о том, что есть данная возможность и они станут инвесторами в нашем проекте, то у вас компания еще за это вознаградит и живыми деньгами, и подарком, на который вы сможете приобрести еще больший пакет. То есть это предложение мы делаем сегодня всем. По сути дела мы способствуем выводу того самого безопасного, высокоскоростного, надежного, экологически чистого, удобного, да, в разы дешевле транспорта, чем то, что мы имеем на сегодняшний день на мировой рынок. Задача, которую мы ставим, это привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования. В принципе, данная инвестиция – это то, о чем мечтают, точнее, то, что используют большинство миллионеров и мультимиллионеров. Они распознают какую-то возможность, какую-то инновацию, вкладывают в нее, скажем так, на начальном этапе незначительную сумму денег, которая в итоге превращается в огромное состояние. Вот сегодня это есть для каждого из вас. Просто я всегда в последнее время привожу пример. Представьте, что вы живете в конце 70-х годов, и к вам приходит Билл Гейтс, Dell, который основал Dell Computers, Стив Джобс, и говорят, слушай, если ты в меня проинвестируешь сегодня 100-200 долларов США, то через 15-20 лет ты станешь очень богатым, потому что все те устройства, которые мы будем производить, программы, которые мы будем писать, будут использоваться многими миллионами и миллиардами людей в мире. В принципе, так оно и стало. Но сегодня мы говорим о транспортной технологии. Транспорт затрагивает более 90% людей, проживающих на территории Земли. И вот эта технология, она еще быстрее будет внедрена в нашу самую жизнь, чем технология интернета и устройств, которые на сегодняшний день позволяют нам в этот интернет выходить. И программы, которые пишутся для этого. Вторая задача – это создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, те, кто принимает решение стать совладельцами какого-либо пакета долей компании, и информировать наших инвесторов обо всем что происходит в развитии технологии Skyway, в развитии проекта компании Skyway Capital, и помогать вам. Разобраться во всем. У нас сегодня, скажем так, активно работает отдел информационной поддержки в Москве, служба технической поддержки на сайте. То есть сегодня все это есть. Реализацию всего проекта, опять же, условно, можно разбить на четыре части. Самое важное – это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа из тех 15, про которые я говорил. Это строительство экотехнопарка сегодня. В дальнейшем уже, когда будет привлечена вся необходимая сумма инвестиций в строительство технопарка и сертификации транспорта, уже потом будут, скажем так, вестись работы по конкретно отдельно взятым адресным проектам, в которых смогут принять участие те, кто не успел участие принять здесь. Те, кто сегодня становятся инвесторами, они будут получать прибыль от реализации технологий во всех проектах, которые будут в своей основе использовать технологию Skyway. Ну и четвертый этап – это получение прибыли. То есть, если кратко сказать, мы зарегистрированы в Великобритании. Возможно стать нашим инвестором. Это абсолютно любой человек, неважно, где он проживает, какого он цвета кожи, вероисповедания, такое у него образование и так далее, и так далее. Важно сказать, что вы, приобретая пакеты акций в нашей компании, становитесь совладельцами основной технологии, у вас через короткий промежуток времени, не больше месяца, доносит в реестр основной компании реестр держателя. И то, что я говорил, у нас реализована круглосуточная информационная поддержка. Капитализация денежных средств, которые вы сегодня вкладываете в этот проект, составляет от 5000% и выше. Есть возможность получать пожизненные дивиденды в дальнейшем от каждого построенного километра дороги, который будет приносить прибыль. А сегодня каждый из вас имеет возможность создать свой собственный бизнес на базе нашей партнерской программы. Вы видите стандартный сейчас прайс-лист, который есть в личном кабинете каждого нашего партнера. Как я говорил, от 15 долларов до 150 тысяч долларов у нас есть целый ряд пакетов. Каждый последующий пакет, который стоит дороже, имеет больший уровень доходности. Когда люди начинали инвестировать в наш проект, минимальный уровень доходности был 250, максимальный полторы тысячи. Почему? Потому что они больше всего рисковали. Тогда нечего было показать. Сегодня нам есть что продемонстрировать. И мы этому очень рады. Рисковость вложения денежных средств в наш проект с каждым днем, с каждой недели снижается и в принципе в разы даже. То есть это стандартный прайс. И эти пакеты акций может купить кто угодно. У нас есть акционные пакеты, то есть те, которые вы можете приобрести разово заплатив за данные пакеты, то есть от 250 долларов, например, акционный пакет, вы сразу получаете 32 с половиной тысячи сертификатов. Есть пакет, который называется юбилейный. Если вы заплатите просто 1000 долларов, вам в подарок будет подарена монета с изображением нулевого километра дороги Skyway. Но если вы купите себе второй пакет в течение не позднее, чем через месяц за ту же тысячу долларов, вам начислят уже 480 тысяч акций. А если еще в течение месяца купите один, то еще 570. То есть суммарно будет 1 миллион 350 тысяч акций. У нас есть пакеты в рассрочку, их 7. Старт, сеньор, стабильный бизнес. О каждом из этих пакетов вы можете зайти в раздел рассрочки в личном кабинете. И напротив каждого внизу есть подробности. Нажимаете, читаете условия. То есть что вам даст каждый из этих пакетов? Пакеты, которые вы видите с деревьями, это возможность высадить свое именное дерево эксклюзивно на территории Экотехнопарка. То есть эти деревья будут расти потом десятки, сотни лет, там будет ваша табличка, то что вы являетесь инвестором и так далее. Ну где-то это память для последующих поколений у вас. Партнерская программа. То есть возможность создания быстрого дохода уже сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на международные рынки инвестиций и транспорта. Она очень проста, у нее большое количество преимуществ. То есть инвестируя даже незначительную сумму 15 долларов в США, вы можете зарабатывать сотни и тысячи долларов ежемесячно. Нет необходимости подтверждения квалификации, что очень важно. Те, кто знают партнерские программы целого ряда компаний, там такое присутствует. Высокий процент выплат до 20% от суммы привлеченных инвестиций и глубина до 24 уровня. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете за собой пригласить в наш проект. И то, что я говорил, бонусное вознаграждение сегодня начисляется на бонусный счет, и вы можете этими деньгами воспользоваться, и на акционный счет, на который вы можете только приобрести акции нашей компании. Но это подарок. Задача партнерской программы привлечения в проект около 300 миллионов долларов США, создания крупных региональных структуры выявления лидеров, то есть это, по сути дела, выявление региональных лидеров нашей партнерской программы, нашей структуры. В дальнейшем это создание адресных проектов, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов, привлечение максимального объема инвестиций, реализации технологий и сегодня, и потом. У нас есть целый ряд инструментов, которые вы можете найти в инструментах партнера в личном кабинете. Это план вознаграждения, с которым вы можете ознакомиться и скачать текстовое описание и слайды, по которым можете рассказывать этот план вознаграждения. Это реферальные ссылки, то есть то, что является стартом вашей партнерской структуры. Эти ссылки вы даете тем людям, которые вас окружают в повседневной жизни, либо в интернет-ресурсах, они регистрируются по ним. Кто-то разобрался в информации на сайте, либо на лидинге инвестора, а кто-то уже разобрался благодаря вам на нашем презентации. Он становится инвестором, приобретает дальше пакет акций, вы получаете процент по нашей партнерской программе. Есть раздел баннеров для тех, кто продвинут, как мы говорим, в интернет-бизнесе и в инфобизнесе. То есть HTML-код размещается на вашей интернет-странице, сайт, блог, сайт-одностраничник, страницы в социальных сетях, которые позволяют вставлять HTML-коды. И вот этот баннер, а там у нас больше 60 разного размера, работает на вас 24 часа в сутки. Люди кликают по нему, переходят на наши интернет-ресурсы, либо на сайт, либо на лидинг партнеров, знакомятся с информацией, нажимают кнопку регистрация и становятся вашими реферальными партнерами. Также раздел новости у нас есть в личном кабинете, внутри личного кабинета, в разделе события. По сути дела это тоже инструмент. Есть кнопки соцсетей. Напротив каждой новости вы можете нажать на кнопку ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Майл.ру, если вы там зарегистрированы. Пишите короткий комментарий, размещайте в своей соцсети. По этой новости могут переходить люди, получать информацию, регистрироваться и становиться вашими реферальными партнерами. К инструментам относятся мероприятия по партнерской программе. Большая череда мероприятий, которые у нас еженедельно проводятся, там уже несколько, более двух десятков, разные партнеры на разных языках. Как строить бизнес-структуру, как работать с адресными проектами, развитие лидерских структур, развитие региональных структур и так далее. Все это у нас сегодня есть. Было бы желание участвовать в этом всем. Периодические промо-акции, которые проводит наша компания, это тоже инструменты. У нас в разделе событий личного кабинета есть расписание вебинаров. То есть вы можете легко найти, какое время и когда будет проходить вебинар, кто его будет проводить, и там найти ссылки на этот вебинар. У нас есть возможность обращения в службу технической поддержки, которая работает на удаленке в режиме 24 часа в сутки, задавать свои вопросы как со страницы сайта, так и со страницы личного кабинета. И для тех людей, которые у нас активно развивают партнерские структуры в регионах, есть еще отдельная возможность, по сути дела это дополнительный источник дохода внутри нашего проекта, готовый бизнес под ключ, стать региональным лидером нашей партнерской программы. То есть это дополнительные лидерские бонусы, не только деньги, какие-то ценные подарки, призы, поездки. По сути дела, тот человек, который развивает активную региональную структуру, имеет постоянно растущий доход, постоянно увеличивающий, скажем так, портфель инвестиций в нашем проекте, это большой плюс. Поэтому если вы считаете, что вы можете стать региональным лидером, добро пожаловать. У нас на понедельник, на повторник для таких людей проводятся отдельные вебинары. В целом, то, что я рассказал, это отличная возможность для каждого человека, неважно, где он проживает, принять участие в инвестиционно-инновационном проекте, за который не стыдно, за которым потом можно гордиться, и говорить всем тем, кто вас окружает, что благодаря и вам, в том числе, данная технология вошла в мир, круто изменила жизнь людей, а это именно так и произойдет. Ну и благодаря внедрению данной технологии мы сможем землю передать наследство нашим детям, внукам и многим-многим поколениям потом. В принципе, у меня вся информация, я немножко, скажем так, я не думаю, что я сильно торопился, но тем не менее, через 10 минут будет вебинар, который будет проводить Владимир Маслов, он очень интересен, он дает информацию о том, как работать с адресными проектами, что они дают нашему проекту, как вы можете в этом принять участие. Поэтому я вам рекомендую на этом мероприятии быть. Сам я на этом заканчиваю. Одно хочу добавить, завтра мы выдвигаемся в сторону Минска, в субботу и воскресенье мы увидимся с большим количеством людей. С кем-то познакомимся лично, с кем, скажем так, знакомы только в интернете, там в скайпе, либо просто в переписке почты. Те из вас, кто находится в комнате, тоже будут в Минске, у нас будет возможность с вами встретиться вживой. Вас же я хочу поблагодарить за то, что были на сегодняшнем вебинаре. Здоровья вам, любви, денег, отличного вам настроения. Ну и до встречи. Завтра я еще буду проводить в 13 часов вебинар по партнерской программе. Те из вас, кто интересуется этим направлением, те из вас, кто хотел бы донести информацию своим партнерам, что они здесь могут зарабатывать, приглашайте людей на завершенное мероприятие. А Юрию я постараюсь найти ту ссылку, про которую он сказал. До новых встреч. Здоровья, любви и денег. До свидания.